Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». В студии работает Султан Жаламанов. В 14 регионах Казахстана обстановка стабилизировалась в связи с чем объявили о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности, сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Как сообщили в Комитете национальной безопасности, антитеррористическая операция завершена в Нур-Султане, Шимкенте, Вакмолинской, Актюбинской, Атравской, Ватсочно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Казалардинской, Костанайской, Магисталской, Павлодарской, Североказахстанской и Туркестанской областях. Также в этих регионах отменен красный уровень террористической опасности. В Алматы, Алматинской и Ажамбулской областях реализуются меры по восстановлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется. Напомним, 6 января во всем Казахстане был введен режим чрезвычайного положения в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан. Одними из первых регионов, в которых был введен режим чрезвычайного положения, стали города Мурсултан и Алматы, а также Магисталская и Алматинская области. Вслед за режимом чрезвычайного положения во всех регионах объявили красный уровень террористической опасности. Султан Жаламанов, Сунгар Толумхан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Выступление главы государства поддержали депутат областного маслехата Асимкан Дускужанов и директор областного музея изобразительных искусств имени Семени Вздоровых Татьяна Стромская. Ну, вы знаете, по поводу выступления в парламенте нашего президента Касамжимар Татакаева, прослушав его внимательно и уже вчера ознакомившись в первом чтении, можно сказать, с текстом, у меня сложилось такое впечатление, что это программа развития нашего государства. И эта программа развития, которую представил президент, она касается буквально, она очень обширная, она касается многих вопросов, то есть, можно сказать, от судьбы каждого казахстанца, каждого человека и судьбы страны в целом. И сейчас, конечно, не просто сейчас как бы анализировать, можно сказать, с разбегу это послание, но тем не менее приоритеты, главное, расставлены в этом послании. И это очень важный, понятный и главный приоритет, это все-таки улучшение качества жизни каждого человека нашей страны, что, собственно говоря, далее развернуто уже в самых разных пунктах, касающихся и промышленности, и образования, и культуры, безусловно. Поэтому этот доклад, это обращение к народу, оно, в общем-то, надежду вселяет. Потому что, например, вот фонд народу Казахстана создается, меня очень порадовало то, что он будет обращен и к больным детям, например, которые больны, как сказал президент, какими-то серьезными, сложными заболеваниями, и они, родители, как правило, не имеют этих огромных средств для лечения, а государство помогало, но недостаточно. И я надеюсь, что это будет теперь значительно большем объеме. Говорил президент и о культуре, и очень хорошо говорил об образовании, потому что, в принципе, конечно, образованный человек, это человек, у которого и качество жизни другое, и гражданин он совершенно другой, и человек, который карьеру свою может строить, вот об этом тоже говорил президент. То есть, в принципе, послание, конечно, захватывает все уровни нашей жизни, и я думаю, что мы, работая каждый на своем месте, мы можем только честно работать, выполнять свои обязанности. То есть, понимаете, вот музеи, это, например, это не просто работа, это служение, потому что огромные богатства, которые хранят наши музеи, и музейный фонд Казахстана в целом, все это народу принадлежит, и все это мы должны сохранить, и все это мы должны представить людям, чтобы они могли воспринимать богатейшую историю Казахстана, его культуру. Это очень важно. Последнее выступление президента Республики Казахстан Касанжамарта Кемеловича Тухаева перед депутатами Можилиса парламента словно глоток свежего воздуха. Мы давно ждем перемен в нашем государстве. Думаю, глава государства правильно считает, что назрела острая необходимость глубокой реформе в различных структурах. Я поддерживаю инициативу президента по оширению отличившихся сотрудников органов внутренних дел Национальной гвардии, Министерства обороны. Они действительно показали пример героизма и стойкости непростой ситуации во время террористических атак. Как бизнесмен я прекрасно понимаю и поддерживаю инициативу президента Казахстана по оздоровлению экономики, особенно в регионах. Многочисленные государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса хороши, но далеко не всегда они срабатывали на 100%. Нужна реформа, отказ от многочисленных бюрократических проволочек, чтобы предоставить доступ к финансовым и экономическим ресурсам большинству предпринимателей. Независимо от того, чем они занимаются, крупный у него завод или крошечная мастерская. Это поможет стапилизировать цены и решит вопрос с безработницей, особенно среди молодежи. Работа в регионе есть, но вот грамотных специалистов, желающих посвятить себя труду на производстве или в полях пока что единицы, надо менять эту ситуацию в корне. Призываю всех земляков восточных казахстанцев сохранить спокойствие. Черные дни позади. Теперь наша задача мирным путем решить накопленные проблемы путем реформ и преобразований. В семье стоимость газа для автомобилистов составляет 60 тенге, а бытовой газ в баллонах реализуется по 1700-2500 тенге за баллон. Об этом стало известно в ходе проведения Акимом города Бакджан Баяхметовым совещания по вопросам обеспечения газом. На сегодняшний день в городе работают 11 организаций, заправляющих газом. Всего по городу имеется 88 газораспределительных установок. В котельных семей заканчивается каменный уголь. В связи с этим из городского бюджета выделено 2,5 млрд тенге. Поставку угля осуществит акционерное общество Каражра. По договору закуплено 428 тысяч тонн угля. Цена по контракту с разреза учетом НДС 12% составляет 4293 тенге за тонну. Стоимость товара с учетом транспортных и биржевых расходов до станции жанрой семьи составит 5892 тенге. Договор создан 5 января 2022 года. В отличие от прошлогодних договоров, в нынешнем контракте отдельно прописана антикоррупционная оговорка, по которому акционерское общество Каражра и теплокоммунэнергоотделы жилищно-коммунального хозяйства семей обязуются в связи с работами по договору не давать или пытаться давать взятки. Отметим, что в прошлом 2021 году с акционерным обществом Каражра был заключен договор на 2 миллиарда 640 миллионов тенге на приобретение 400 тысяч 78 тонн каменного угля. Стоит отметить, что для населения с учетом доставки до населенных пунктов, участники поставляют уголь по цене от 15 до 23 тысяч тенге за тонну. Султан Жаламанов, Сункартон Мхан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи и смотрите нас на Ютьюбе. С вами был Султан Жаламанов. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!